Здравствуйте, уважаемые родители! Вы смотрите канал Союза педиатров России. С вами Татьяна Яковлевна Моспан, логопед консультативного отделения научного центра здоровья детей. В этом выпуске я хочу обратить внимание родителей детей, которые занимаются в вокальных студиях, музыкальных коллективах, театральных кружках и поговорить о том, как сохранить здоровый, красивый голос юного артиста и на что следует обратить внимание, чтобы эти занятия, выступления как можно дольше приносили радость вам и вашему ребенку. Голос юного артиста испытывает чрезмерную нагрузку не только во время репетиций, когда многократно нужно повторять определенные отрывки из произведений, но и во время выступлений, отчетных концертов, праздников. Бывает так, что длительные занятия могут спровоцировать перенапряжение гортани, в результате происходит сбой. Пропадает звонкость, звучность, появляется осиплость, трудности звуковысотного изменения и под вопросом стоит предстоящее выступление. Для ребенка это колоссальный стресс, эмоциональное потрясение, потому что с больным голосом его могут не допустить к выступлениям или же выступление не будет ярким и эмоциональным. А если это конкурс? Вероятность на успех очень низкая. Поэтому, дорогие родители, если ваш ребенок начинающий артист или вокалист, за его неокрепшим, молодым, формирующимся голосом нужно следить особенно тщательно. Следует выполнять правила, озвученные в предыдущем ролике, для сохранения здорового речевого голоса, а также порекомендовать родителям создать условия для физиологического формирования вокального голоса. Перед тем, как приступить к занятиям, обязательно проконсультируйте ребенка у фониатра, который проверит гортань ребенка, даст рекомендации по предупреждению нарушений голоса, а также проинформирует вас о регулярности осмотров. При выборе музыкального коллектива для ребенка сначала поинтересуйтесь, как долго его посещают другие участники, сможет ли ваш ребенок выдержать репетиции, сценические нагрузки. И если ваш ребенок уже посещает вокальный или театральный кружок, вам необходимо следить за его режимом нагрузки и отдыха. При формировании графика занятий ребенка учитывайте загруженность ребенка в этот день. Составляйте расписание с учетом голосовой и вокальной нагрузки. Не следует проводить групповые репетиции, индивидуальные занятия по вокалу, сценической речи в один день. Учите ребенка отдыхать, беречь голос после выступлений, длительной голосовой нагрузки. Подберите увлечение для ребенка, которым он сможет заняться во время перерыва на репетиции. Это может быть шнуровальный планшет, пятнашки, кубик рубика, плетение браслета, потому что молчание — это лучший отдых. Для вокального голоса важна система. Тренируйте и укрепляйте голосовой аппарат ребенка. Преподаватель по вокалу, конечно, обучит упражнениям для подготовки голосового аппарата к предстоящей нагрузке перед занятием, выступлением. А задачей родителей является напомнить ребенку и выполнять эти упражнения для развития функционного дыхания и артикуляционной моторики ежедневно, а не только в вокальной студии. Не следует допускать выступлений, голосовых нагрузок в полном объеме, если ребенок ослаблен после болезни. Очень вредны для голосового аппарата малые простуды, поэтому родители обязаны предупредить преподавателя для корректировки продолжительности пения их ребенку. Также не следует позволять присутствовать на репетициях ребенку с нарушениями голоса. По данным проведенных исследований установлено, что голосовой аппарат находится в рабочем состоянии при мысленном пропивании партии. Поэтому присутствие на репетиции ваш ребенок также работает, как и другие участники коллектива. Не способствуйте и не поощряйте бесконтрольное пение трудных произведений дома, в гостях. Такие выступления прививают вредные, ненужные привычки, закрепляют патологические установки и тормозят те, которые воспитывает педагог. Следите за эмоциональным состоянием вашего ребенка, помогайте ему решать и преодолевать негативные эмоции, будьте примером для подражания. Занятия должны приносить ребенку радость, а не быть средством выражения амбиции взрослого. Помните, что не все дети могут быть солистами. Поэтому любите вашего ребенка, берегите его голосовой аппарат, и если вашему ребенку нужны восстановительные занятия, исправлениями нарушений голоса, специальными целенаправленными тренировками голосового аппарата занимается логопед или фонопедагог. Если у вас возникли вопросы, приходите на прием в наш центр. Спасибо за внимание. Заходите на наши сайты, подписывайтесь на наш канал. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok